О самых заметных сегодняшних событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите итоги дня в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Исполнение нацпроекта находится на особом контроле руководства республики. Этим летом отремонтируют четыре отделения Мирненской районной больницы. Теперь на семь девчонок приходится восемь ребят. Из перинатального центра в торжественной обстановке выписали мать героиню, родившую пятнадцатого ребенка. Повышение уровня профессиональной подготовки. В Мирненском районе прошли пожарно-тактические учения на объекте повышенной опасности. Более двух с половиной тысяч молодых людей решились провести это лето с двойной пользой. С начала месяца свою работу начали студенческие отряды. Здесь переплетаются здоровый образ жизни, спортивный азарт и творчество. Стартовал городской фестиваль «Летний позитив для молодежи». Несовершеннолетняя девушка погибла во время купания в бассейне в экопарке Артодайдом. Прокуратура Хангаласского района организовала проверку. Предварительно установили, что происшествие случилось 29 июня в ходе выезда класса. Школьница 2007 года рождения потеряла сознание, впоследствии чего скончалась. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели подростка, соблюдения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровье детей и другим вопросам. Проведение процессуальной проверки по данному факту на контроле прокуратуры. Этим летом строители отремонтируют четыре отделения Мирнинской районной больницы. Капитальный ремонт проведут в рамках региональной программы модернизации привычного звена здравоохранения. Работы начались с начала апреля. Сегодня исполнение НАСПроекта находится на особом контроле руководства республики. Во взрослой поликлинике Мирнинской ЦРБ уже поменяли пассажирские и грузопассажирские лифты. Капитальный ремонт проведен и в здании женской консультации. Внутри заштукатурили и покрасили стены, заменили полы, потолки и двери. В родильном отделении поменяют кровлю, окна, а в стационаре отремонтируют второй, третий и четвертый этажи. В первую очередь женская консультация, в которой мы сейчас находимся. Ремонт начался 1 апреля. На данный момент мы находимся на стадии завершения. Сюда вложено 5 миллионов рублей на внутренние работы. Далее у нас продолжаются сейчас работы в стационаре. Ремонт второго, третьего этажа, тоже внутренняя отделка. Родильный дом, ремонт кровли, утепление оконных блоков. И также мы, как вы все знаете, уже запустили лифты во взрослой поликлинике стоимостью 11 миллионов рублей. Это два лифта тоже в рамках данной программы. Мать героини из Якутии родила 15-го ребенка. Что удивительно, в семье нет ни близнецов, ни двойняшек. Врачи говорят, в их практике такое впервые. Из перинатального центра мать героиню встречали торжественно. О том, как прошла выписка, расскажет Лена Андреева. В перинатальном центре республики проходит торжественная выписка семьи Максимовых. Теперь у семьи Максимовых 15 детей, 8 мальчиков и 7 девочек. На свет 15-й ребенок родился буквально пару дней тому назад, 18 июня, с весом 3 килограмма 660 граммов и 54 сантиметров. Старшей дочери 24 года, младшей всего полтора года. Теперь она будет новорожденной старшей сестрой. Айталина встретила нас в палате перинатального центра. Хрупкая женщина совсем не выглядит уставшей. Они с мужем пару лет тому назад переехали в село Сырдах, недалеко от Якутской, Сунтарского района. Они всегда мечтали иметь большую семью, ведь сами росли в многодетной семье. Беременность нормально протекала. Вот срок родила, 18 июня. Ее в шоке было. Все получили. А какие? Ну, квартиру, машину и миллион. Мать Горения. Последних троих детей Айталина родила в перинатальном центре республики. Поэтому, когда сообщили в больнице, что привезли женщину, у которой 15-е роды, они сразу подумали о ней. Два года назад она к нам тоже поступала, 14-го ребенка. Тоже мы торжественно остановку выписывали. Но 15-й ребенок тоже в хорошем состоянии. Рода протекала нормально, естественно. И наши врачи постарались, чтобы ухаживать и наблюдать. И поэтому сегодня ребенок здоровый родился. Отметим, Айталина Максимова еще в 2018 году награждена государственной наградой «Мать Героиня» с единовременной выплатой в размере 1 миллиона рублей. Семья оформляет и получает все положенные меры социальной помощи. Республика Саха-Якутия уникальный случай. То есть в современной Якутии единственная семья, которая родила 15-го своего родного ребенка. Семья получит сертификат «Дети столетия» в сумме 105 тысяч рублей. Единовременная выплата взамен земельного участка для многодетных семей. Это новая программа с этого года. Сейчас новорожденная с мамой чувствует себя хорошо. Их с нетерпением ждут дома все 14 братьев и сестер. Лена Андреева, Виктор Дичковский, Якутск. Состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы неврологии», посвященная 80-летию неврологической службы. Помимо местных специалистов, на мероприятии также присутствовали ведущие профессоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и Красноярска. Врачи-неврологи со всей России представили свои доклады на актуальные темы в данной области. В 1943 году было открыто наше отделение. И наше неврологическое отделение оказывает круглосуточную медицинскую экстренную помощь. Со всей республики линии санитарной авиации по направлению. К нам доставляются самые тяжелые пациенты. Мы оказываем высокотехнологическую помощь. В нашем отделении ежегодно проходит до тысячи пациентов. Новое здание аэропорта открыли в Тампонском районе Якутии. Это уже второй аэропорт, который открыли в республике за неделю. Новое здание открыли в поселке Теплый ключ Тампонского района. Новый комфортабельный аэровокзал со всеми удобствами построили взамен старого деревянного здания. Кроме самого здания аэровокзала также построены гараж, контрольно-пропускной пункт и ограждение. В Тампонском районе с опережением графика вели мост через реку Минкюле. 30 июня в Тампонском районе Якутии на региональной автомобильной дороге Яна с опережением на 4 месяца вели мостовой переход через реку Минкюле. Старый мост был признан аварийным еще в 2015 году и имел ограниченную грузоподъемность. Это значимое событие не только для Тампонского района, но и для всего северо-востока России. Мостовой переход находится на дороге между Хандыгой и Тополином. Далее по автоземникам осуществляется северный завоз Верхоянский, Устьянский и Булунский районы. Который сегодня построен, крайне важен для транспортной связности не только Тампонского района, но и других наших северных районов. Дальше идет и Верхоянский район, и Устьянский район, и, конечно, обеспечение транспортной доступности, транспортной связности огромных территорий, сотен тысяч квадратных километров. Невозможно без строительства дорог, без строительства мостов. И вот благодаря национальному проекту безопасной и качественной автомобильной дороги, благодаря решениям президента, правительства страны, сейчас у регионов появилась возможность строить мосты. В Якутии это 48-й мост, введенный за последние пять лет. Продолжаются мероприятия по благоустройству Алдана. Город готовится к празднованию столетнего юбилея, который состоится 2 сентября. К новичной дате необходимо многое сделать, поэтому власти города скрупулезно следят за работой подрядчиков на объектах. Подробнее Руслан Павлов. Темпы работ по реконструкции одной из старейших улиц города Алдана имени Феликса Дзержинского увеличиваются. Половина проезжей части практически подготовлена под укладку твердого покрытия. Участок закрытый 530 метров от улицы Тепляково до улицы 10 лет Якутии. На сегодня сделано, демонтирован старый водоотводной лоток, демонтировано асфальтобетонное покрытие. Плюс на тех провалов, которые у нас образовались, произведена замена грунта для предотвращения в дальнейшем таких просадок. Также выполнены работы по демонтажу в верхней части канализационных колодцев, залитые плиты с люками под укладку асфальтобетона. Уложена дорожная одежда на этом участке. Сейчас оно в процессе еще идет до доведения отметок под асфальт. В центре города также движение. Начались подготовительные работы под реконструкцию площади имени Ленина с прилегающей площадкой, где появится стелла города трудовой доблести. Строители должны уложиться к празднованию столетия Алдана, которое намечено на начало сентября текущего года. Алдан сделал для страны очень много и делает сегодня, поэтому я считаю, что мы должны достойно отметить этот праздник. Продвижение строек порой тормозят жители города. Их немного, но они пишут во всевозможные инстанции о неудобствах, которые создают им строительные площадки. Они знают, что они не правы, но тем не менее стараются хоть каким-то видом сделать палки. То жалобы, то недовольство. Это тормозит процесс. Да, конечно, процесс тормозит кругом. На сегодняшний день, когда даешь правдивый ответ тому же человеку, он соглашается, но тем не менее свою линию продолжает гнать. Это люди, которые не хотят украсить. И предпринимательский состав есть, которые не хотят побелить или помыть свой фасад, рекламу заменить. Вот буквально три дня назад провел совещание по благоустройству с участием всех контролирующих органов. С той недели пойдем в рейды. Кроме прочего, город украшают цветами, ремонтируют фасады домов, сносят старые постройки. К празднованию юбилея Алдан должен выглядеть подобающей имениннику, который отмечает вековую веху в своей истории. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В ходе очередного брифинга руководитель Единого координационного центра республики Андрей Федотов рассказал о работе ЕКЦ и актуальных задачах, которые сегодня решают сотрудники центра. Сотрудники трех опорных пунктов Единого координационного центра, действующих сейчас в зоне СВО, выезжают к линии боевого соприкосновения ежедневно и стараются общаться с военнослужащими, а также всячески их поддерживать. Мы видим, что бодрость и боевой дух крепнет день от дня, тем более, что после первых успешных дней боев, когда наш враг понес очень значительные потери, я думаю, что тот перелом, который сегодня уже чувствуется на фронте, он обязательно произойдет уже в стратегическом плане. Воины стоят друг за друга, они уверены в своей победе. Поддержка участников военной операции, их интересов – это приоритетная задача в республике. Об этом заявила замминистра по внешним связям Татьяна Пяткина. Министерство не стоит в стороне. Всеми силами поддерживает и оказывает гуманитарную помощь, оснащая средствами и необходимыми товарами. На сегодня республикой оказывается помощь продовольственными товарами, экипировкой, специальными техническими средствами двойного назначения, добавила замминистра. Поддержка участников специальной военной операции находит самый живой отклик в наших сердцах. Каждый старается оказать поддержку и помощь бойцам, которые проявляют героизм, стойкость, крепость своего духа. И понимают, насколько важна миссия, которая на них сегодня возложена. В Нерюнгринском районе прошли пожарно-тактические учения на объекте повышенной опасности Нерюнгринской ГРЭС. Цель тренировки – повышение уровня профессиональной подготовки, отработка скорости реагирования и навыков по тушению пожара. Наш корреспондент Иван Лазаренко следил за ходом учений. Главной целью подобных мероприятий является не только повышение уровня подготовки начальствующего состава по руководству проведением боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧАЭС, но и выявление уровня подготовки персонала и овладения навыками действий в нештатных ситуациях. По легенде учений, возгорание началось на ленточном конвейере, по которому уголь подается на станцию. А в считанные минуты расчеты огнеборцев приступили к выявлению очага пожара, его локализации, ну и, естественно, тушению. Пожарные расчеты прибыли в считанные минуты. В результате четких и слаженных действий пожарных условный пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. Участие в пожарно-тактических учениях, кроме сотрудников МЧС, приняли работники Нерюнгринской ГРЭС. Вместе они отработали поэтапные взаимодействия в случае возникновения экстренной ситуации на предприятии. Пожар составил более 100 квадратных метров. Прибывшие силы и средства были расставлены на боевые участки. Создан штаб тушения пожара. В процессе тушения условного пожара были выполнены все наши нормативы, которые предусматриваются нашей боевой подготовкой. Это и прибытие, это установка аутоцистерного водоисточника, это прокладка руководных линий по горизонтали, а также по лестничным клеткам. Что самое основное, это практическая отработка звеньев газо-демозащитной службы, потому что объект серьезный, задымление большое. В общем, весь комплекс мероприятий, которые мы предусматриваем при выполнении задач по предназначению. Пожар на таком объекте может иметь тяжелые последствия не только для энергетиков, но и жителей, которые получают от ГРЭС свет и тепло. Поэтому пожарной безопасности на станции уделяется особое внимание. Энергетики регулярно проводят учения совместно с противопожарными службами. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. С началом июня свою работу начали студенческие отряды. Более 2700 студентов распределены по всей республике для выполнения определенных задач. Будь то кладка тротуаров или сельскохозяйственные работы. Они выполняют работу даже за пределами региона. Например, рыболовство в Хабаровске. Наша съемочная группа выехала на место работы проекта «Острог». Дальше нам расскажет Тимур Калмогоров. Работа кипит. Именно так сейчас можно охарактеризовать Якутск. Перестраиваются дороги, тротуары, строятся новые жилые комплексы. Но работают не только официальные рабочие, но и даже студенты. Отряд был специально создан для работы по строительству тротуаров. Он насчитывает 70 бойцов. Общий объем работы этого трудового сезона около 950 квадратных метров, разделенных на строительный и промышленный округа. Этим летом мы должны проделать работу по замене тротуарных плиток, то есть площадок и заливкой бетона. Студенты все проверены, уже работали в данной работе. Большинство студентов, которые у нас работают, это студенты Северо-Сочечного федерального университета. Тротуарные плитки должны быть уложены около 3 метров шириной и 2-3 сантиметров в высоту от бордюра, чтобы снег и вода стекали и не скапливались. Качество работы проверяется производственными мастерами самого проекта и представителями округов. Некоторые из студентов работают в отрядах уже не первый год. Работа нелегкая и не сложная, но, в общем, привыкнуть можно. Конечно же, надо все успевать в срок и погодный режим тоже соблюдать. Во время дождей иногда на работу не выходишь. Когда сухо, надо выходить на работу. Сухо обычно бывает тогда, когда очень жарко. Ну, не жалуемся, а работаем. И мы все делаем во благо того, чтобы столица нашей республики становилась лучше. Бойцы знают свое дело и выполняют его качественно. В прошлом году они заменили плитки тротуаров, начиная с культурного центра имени Гагарина, заканчивая улицами Жарницкого и Лермонтова. Уже в скором времени жители столицы будут ходить по ровным и красивым тротуарам. Тимур Каламгоров, Джулустан Иннатентьев, Якутск. Стать программистом с нуля. Такая возможность скоро появится у любого жителя республики. В сентябре в Якутске откроется кампус нового учебного заведения «Школа-21», где будут готовить специалистов в IT-сфере. Причем бесплатно, без ограничений по возрасту и за короткий срок. Школа инициатива Сбербанка и подобные кампусы уже успешно работают в разных городах России. Как стать студентом и по какой системе ведется обучение, узнаем из материала Максима Кордозу. Обрести новую востребованную профессию, причем абсолютно бесплатно, такую возможность дает «Школа-21», которая готовит IT-специалистов. Новый кампус этого учебного заведения скоро откроется и в Якутске. Сегодня мы уже открыли прием заявок на школу, уже 400 заявок пришло. То есть, в принципе, обучение в течение, в зависимости от способностей, от полутора до двух лет занимает. И все, кто закончил школу, трудоустраиваются. Там 32 профессии. То есть, это в первую очередь программирование, там Python, Java, там C, C Sharp, C++. Но, помимо этого, есть такие направления, модные сейчас, это Data Science, Data Analytica. Мы собираемся там обучать учителей информатики, всех желающих. То есть, кто хочет из районов республики, из других городов республики приезжать в Якутск. Стать студентом может любой. Ограничений по возрасту нет. Не нужна даже специализированная подготовка в математике или программировании. Нужно лишь пройти несколько испытаний. Первое. Надо выполнить задания на сайте школы. Все зависит только от вас. И само обучение тоже самостоятельное. Здесь нет учителей, лекций, оценок. Правда, на помощь приходит поддержка однокурсников. Пер-топ-пер – это равный равному. Ты в одном лице совмещаешь роль и ученика, и учителя. Вы учитесь друг у друга. То есть, вот это правило «спроси пера слева», «пера справа», «за гугли». Полностью самостоятельное обучение. Ответственность за дедлайн тоже полностью тебе. Если групповой проект – ответственность перед твоими сокомандниками. И это действительно закаляет. Подобные кампусы открыты не только в Москве. Стать профи в IT-сфере бесплатно можно в Казани, Сургуте, Новосибирске, а с сентября – и в Якутске. Я вначале, честно сказать, очень испытывал некоторые сомнения на тему того, что, в общем, не очень большой город статистически. И кажется, что будет сложно обеспечить соответствующий спрос на кадры последующие. Но потом я чуть углубился в тему, увидел, какие замечательные стартапы у вас, увидел, какие замечательные компании-единороги рождаются, родились в Якутске и развиваются. И прилетел, специально посмотрел на IT-парк, посмотрел на то, какие компании, поспрашивал, какой спрос на кадры в них есть. И стало понятно, что школа точно будет, точнее, не то, что даже школа, а люди, которые проходят в ней обучение, безусловно, будут пользоваться интересом со стороны местных работодателей. Школа работает без выходных. Каждый студент может прийти в любое время и начать занятия. Причем сам учащийся решает, когда будет сдавать экзамены. Пересдача тоже не проблема. Главное, чтобы сам студент до конца освоил материал. Подгонять вас никто не будет. Так что решайте, готовы ли вы сменить профессию. Ведь такая возможность у якутян появится уже совсем скоро. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытием мультимедийной выставки Якутии-Новороссии. Экспозиция будет проходить в течение двух месяцев и представит экспонаты, рассказывающие о событиях, которые привели к началу специальной военной операции. Помимо этого, можно будет ознакомиться с фотографиями, вещами и предметами, связанными с боевыми действиями. Как отмечает советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, подобные мероприятия помогают одержать очень важную для многих россиян победу. Сегодня основная битва ведется за умы. За умы детей, за умы молодежи, даже за умы взрослых. И вот такие выставки помогают нам одержать очень важные, вроде бы незримые, неосязаемые победы. Это объединяющие мероприятия. Это мероприятия, формирующие патриотизм, формирующие новейшую историю великой страны, в которую входим все мы. И вы, народ Саха, и мы, жители Донбасса. Мы все жители великой и могучей России. В столице открылся фирменный магазин «Саюри», в который будут каждый день привозить овощи и зелень, выращенные в соответствии со всеми стандартами. Тему продолжит Мария Кардашевская. Огурцы, помидоры, перец, зелень и даже клубника трех разных сортов. Все это теперь на прилавках первого собственного магазина «Саюри» в городе Якутске. Овощи все наши местные, «Саюри». Также цены такие же абсолютно, как у нас в Сардахе, на самой территории теплиц. И сейчас будет здесь в фирменном магазине. Наши овощи выращены натурально, по всем гостам, по всем стандартам. Мы заботимся о том, чтобы наши овощи всегда были свежие, полезные и доступные. Торжественное открытие магазина посетила идейный вдохновитель проекта «Саюри» Людмила Николаева. Она выразила благодарность всей команде, которая стояла у истоков проекта, и тем, кто продолжает заниматься этим детищем. Было огромное желание, чтобы наше население, население нашей республики употребляло здоровые, качественные продукты. Вот основа этой инициативы, она лежала из этого огромного желания сделать то, что-то такое, во что мало может быть на тот момент кто-то верил. И, по сути, наш проект на трех гектарах – это крупнейший проект на всей арктической территории нашей страны. Еще пока в Арктике еще нет подобного рода проекта. Прилавки магазина будут пополняться ежедневно. Но на этом производители планируют не останавливаться и совсем скоро обещают горожанам приятные сюрпризы. Купить свежие овощи по исходным ценам производителя можно в креативном кластере «Квартал труда». Мария Кардашевская, Джул Сталин Акентев, Якутск. Состоялось открытие 14-го городского фестиваля «Летний позитив» для дворовых команд детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Летний позитив» – это масштабное и многогранное мероприятие, в котором тесно переплетаются здоровый образ жизни, спортивный азарт и творчество. Здесь дети учатся дружить и общаться со своими сверстниками, заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Фестиваль состоит из семи видов. Он разнообразен, он интересен, он очень особен. Почему? Потому что семь видов – это и игры предков, это велоэстафеты, веселые старты, это дорожный лабиринт, это футбол, который посвящен памяти сотрудника МВД. И я хочу сказать, самая такая долгожданная игра, которая у нас состоится – это военизированная спортивная игра на местности «Таежный герой», где мы 250 человек выйдем и будем жить в палатках три дня. Им будет очень насыщенная программа, интересная. На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь с нами.